Сколько стоит самое дорогое путешествие? Где можно снять номер за 1 доллар? Куда отправиться молодоженам, чтобы жить долго и счастливо? И в какой авиакомпании покупать билеты, чтобы полететь на самом большом самолете в мире? В этом выпуске путешествия рекордсмены. Друзья, хотели бы вы провести отпуск, ну скажем, в космосе? Для вас уже все продумали. Тур-пакет 8 дней на МКС, космической станции, посвященной научным исследованиям. В последние годы уже было совершено несколько туристических поездок на космическую станцию. На сегодняшний день там побывало несколько туристов, которые подарили себе такой необычный отпуск. Среди них, например, Гила Либерте, основатель Cirque du Soleil. Этот полет обошелся туристу в 35 миллионов долларов. Сейчас стоимость пакета увеличилась более чем в 2 раза. Ну и возможностей у будущих путешественников в космосе больше. Можно выйти в открытый космос за пределами станции, а также турист получит комфортные по меркам космоса номера. Это так называемые космические модули для проживания, которые смогут вмещать в себя до 6 человек. В каждом таком модуле находятся 2 ванные комнаты, каюта для каждого туриста и даже интернет. Можно запилякать самый дорогой селфи в мире. Десятьдневный трип, прогулка и благополучное возвращение на Землю обойдется минимум 80 миллионов евро. Конечно, среднестатистический житель Челябинска или Анапы позволить себе такой отдых не сможет. И тут приходит на выручку компания Ричарда Брэнсона и его Virgin Galactic. Их туры будут более доступными, ценник 450 тысяч долларов. Учитывая то, что сейчас у нас Toyota и BMW продаются по 200 тысяч долларов, прайс на полет в космос очень даже привлекательный. На текущий момент продано 700 билетов. В стоимость включен трехдневный тренинг, после которого вас отправляют на 80 километров от Земли. Это в 8 раз выше, чем летают самолеты. Такой полет будет длиться 90 минут, а непосредственно в невесомости туристы будут находиться 4 минуты. Немного, откровенно, но лучше, чем ничего. Запуск происходит с космического порта в Нью-Мехико. Так называемый космический корабль номер 2 взлетает на высоту 15 километров, а после отделяется модуль, запускаются ракетные двигатели и вы летите вглубь стратосферы. Какой же самый дорогой отель в мире? Самый дорогой отель в мире – Президент Уилсон Хотел, The Royal Penthouse Suite в Женеве. Провести сутки в президентском номере этого отеля стоит минимум 65 тысяч долларов. Не рублей, а долларов. Несмотря на высокую цену, его все равно не так легко забронировать. Номер пользуется большой популярностью. В люксе размещались такие известные клиенты, как Билл Гейтс, президент Клинтон, а также некоторые деятели шоу-бизнеса, среди которых, например, Рианна. Что есть в этом номере? Пули, непробиваемые двери и окна, собственный лифт, 6 ванных комнат, 4 спальни и невероятный вид из окна на Швейцарские Альпы и Женевское озеро. 1672 метра – это площадь этого номера. Есть там также и собственный конференц-зал, спортзал, бильярдная и джакузи. Кроме того, в распоряжении гостей номера охрана, доступ к вертолетной площадке, частный лифт, личный помощник, шеф-повар и дворецкий. Можно, короче, просто отель целый снять и все. Зачем номер в отеле, когда можно отель за эти деньги снять? Самый дешевый отель. Это интереснее, чем самый дорогой. Это хоть мы можем себе позволить. Если существует самый дорогой отель, ребята, конечно, логично, что будет и самый дешевый. И где он будет? Ну-ка, ваши варианты. В Бангладеше, в городе Дака. Там можно снять номер, знаете, за сколько? За 1 доллар. Отель называется Фаридпур Хотел. И построен он был из пяти лодок, которые расположились на берегу реки Бурриганга. Когда-то в 50-х годах подобные отели из лодок и кораблей создавались для бизнесменов, которые были в городе проездом. Сейчас же такой отель открыт для всех. И, по словам его владельца, здесь никогда не бывает простое. Ну, один бакс. Как может быть простой? Бывает, что люди здесь живут по несколько месяцев. Койко-место в этом отеле обойдется меньше, чем в 50 центов. Ребята, вот отдельная комната на одного будет стоить уже целый доллар. Раскошелиться придется. Комната на двоих примерно полтора. Разумеется, скидываться будете. Разумеется, об особых удобствах в этом отеле речи идти не может. Как, например, в вертолетной площадке. Туалет и душевая здесь общие для всех. Да, и в целом интерьер и мебель оставляют желать лучшего. Ну, а что мы хотим за 1 бакс? Самый большой отель в мире. На сегодняшний день самым большим отелем с количеством комнат 7,5 тысяч является First World Hotel and Plaza, состоящий из двух башен в малайзийском Куала-Лумпур. В 2015 году его занесли в Книгу рекордов Гиннеса. На территории отеля есть также торгово-развлекательный центр First World Plaza, в котором есть свой Times Square, на котором расположена сцена для проведения мероприятий, а также копия Статуи Свободы и Статуя Оскара. Я, кстати, в одном из своих путешествий по Канаде оставался в Торонто в отеле, который находится прямо в стадионе. И у вас вид на площадку. И находится этот стадион рядом с CN Tower. Вот такие дела. Самый маленький отель. Нет, это не коробка из-под холодильника. Он также вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас я посмотрю, как он произносится. Сейчас вернусь. Sorry за мое произношение. Я на немецком не говорю. И Хайсель в Амберге, в Германии. Его название переводится как «Свадебный дом». И это не случайно, ребята. Отель был построен еще в 1728 году с целью обойти закон, запрещающий вступать в брак без владения жилплощадью. Хозяин отеля, построивший здание, рассчитывал на то, чтобы сдавать отель в аренду молодым парам, собирающимся вступить в брак. Таким образом, получив жилье всего лишь на несколько дней, молодые люди могли законно вступить в брак. А потом маленькую квартирку снимали уже следующие пары. С тех пор и появилась легенда, согласно которой молодожены, которые проведут здесь первую брачную ночь, будут жить вместе долго и счастливо. Вот куда вам надо, записывайте, если вы планируете жениться. Сегодня отелем управляет нынешняя владелица Марина Шрайнер, которая старается придать интерьеру роскоши, благодаря чему отель имеет все пять звезд. Представляете? В таком маленьком месте столько звезд. Несмотря на свою крохотность, отель действительно украшен максимально элегантно и дорого. Бутик-стайл. Самый большой в мире самолет. Хорошо, если все же в космос лететь по каким-то причинам вы отказываетесь, давайте тогда выберем самый большой в мире самолет и отправимся в путешествие. Это наш шестой рекорд на сегодня. Самолеты компании Emirates вмещают до 900 пассажиров. У них есть четыре двигателя и целых два этажа или две палубы. Речь идет про Airbus A380-800. Самолет держит не только рекорд самого большого самолета в мире, но и самый дешевый в плане потребления топлива. Три литра топлива на каждого пассажира на 100 километров полета. Стоит такой самолетик почти полмиллиарда долларов. Это на 2017 год. На текущий год, к сожалению, у меня нет цифирок, потому что их нет у меня. Есть на 2017, поэтому вот так. Самый маленький самолет в мире. Изначально маленькие самолеты разрабатывали для военных целей. Поскольку они имеют небольшие размеры, такие самолеты отлично выполняют роли разведчиков и истребителей. Однако даже после Второй мировой войны в Америке и Европе стали больше интересоваться самолетами, в которых мог бы поместиться только один-два человека. Среди изобретателей начались негласные соревнования в области построения самых маленьких самолетов. Выделить какой-то один будет сложно, но я кратко расскажу о Bumblebee. Нет, это не трансформер. Это самолет. Его создал американец Роберт Старр. Узнав о том, что другой изобретатель самолета Рейс Титц попал в Книгу рекордов Гиннесса, Старр захотел повторить его успех. И не просто повторить, но еще и превзойти его. Ему это удалось. Собственная масса нового самолета равнялась 248 килограмм. С максимальной загрузкой 329 килограмм. Размах крыльев в 2 метра и общая длина 2 метра 90 сантиметров принесла долгожданное звание наименьшего биплана в мире. Bumblebee мог развивать скорость 290 километров в час. Самый большой лайнер в мире. Новейший корабль компании Royal Caribbean. Wonder of the Seas. Он был отправлен в плавание в марте 2022 года. Длина судна 362 метра. Ширина 64 метра. Вес 236 тысяч тонн. Стоимость постройки 1 миллиард 350 миллионов долларов. На корабле 15 палуб. Вмещает почти 7 тысяч гостей. 2 тысячи 300 членов экипажа. И 2 тысячи 867 кают. Что имеется внутри самого большого корабля в мире? Конечно, Центральный парк. Настоящий, с тропами из 12 тысяч живых растений. На корабле также имеется самый большой в мире спасалон Гиннес. Здесь также есть и Байоник бар. Один из первых баров в мире, который управляется барменом-роботом. Самый дорогой полет. Есть предположение? Кто, откуда и куда? Давайте ваши варианты в комментиках. Самым дорогим билетом на самолет считается билет Лондон-Мельбурн авиакомпании Etihad Airways. Стоил он почти 80 тысяч долларов за 40 часов полета. Суммарно туда и обратно. Что еще получали пассажиры помимо непосредственно полета? Авиалайнер А380-800 предлагал самые настоящие апартаменты площадью в 11 квадратных метров. Где располагалась гостиная с телевизором, кожаным диваном на двоих, откидным столом, спальней с двуспальной кроватью, естественно. Ванная комната здесь была с душем и феном. И также в самолете пассажирам предоставляли услуги дворецкого и повар. И как мы уже знаем, билеты эти продавались на самый большой самолет в мире. И еще один очень интересный рекорд. Путешествие, на которое не было потрачено денег. Однажды один канадец по имени Жан Белево в свои 45 стал банкротом. Событие выбило его из колеи и его начала настигать депрессия. Он решил что-то кардинально поменять в своей жизни. И тогда он принял решение отправиться в кругосветку пешком. В одиночку, совершенно без денег. За 11 лет мужчина посетил 64 страны и прошел более 70 тысяч километров. Вот так отпуск взял на 11 лет. У меня депрессия. И пошел. Без денег. Собственно, это событие также спасло его от нищеты. Белево написал книгу «Человек, который шагает». В своем невероятном путешествии, из которого он вернулся другим человеком. Задумавшимся о многих вещах в жизни. О чем не думал бы, оставаясь все тем же Жаном с работой и бизнесом. Это была «Десятка рекордов» в сфере путешествий. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Ребята, подписывайтесь, если хотите увидеть следующие интересные ролики. Напоминаю, что у меня также есть второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы, работы за границей и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях. Я сейчас, кстати, в Толстовочке из Куинс Белфаст Университи, до университета Северной Ирландии. Я его снимал два года назад. Если вам интересно, посмотрите выпуск. И там же про Северную Ирландию, про Титаник, про музей Титаника, про достопримечательности. Очень интересная поездка была. Видео, надеюсь, вам тоже понравится. Это все там, на канале. И, ребята, пишите комментарии. Это помогает мне в создании новых, полезных, интересных роликов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok